Беседа на написании Салмар Пятидесятого Художники при помощи своего искусства воспроизводят природу и, смешивая краски, пишут изображения видимых предметов, изображают и людей, бессловесных, и деревья, и войны, и сражения, и потоки крови, и копья, шлемы, щиты, и царей, и частных людей, и трон царский, и царя восседающего, варвара, поверженного перед ним, и заостренное копье, и течение рек, и разобразные поля. Одним словом, при помощи своего искусства, воспроизводя все видимое, они доставляют зрелище зрителям. Подобно этому, пророки являются как бы художниками добродетели и порока, и они своим словом изображают грешника, праведника, кающегося, стоящего, падающего, восстающего, потрясаемого. Как художники изображают войны и убийства, так пророки изображают грех то нападающим, то низвергаемым, демонов, то воюющих, то поражаемых, и дьявола, то успевающего в коварстве, то побеждаемого. Итак, если таково искусство пророков, то тщательно изучим его. В самом деле, рассматривая картины художников, мы не получаем никакой пользы. Какая мне польза видеть изображение царя и наместника? Ведь я не могу сделаться царем, да и не желаю. Итак, какая мне польза от созерцания того, к чему я не имею никакого расположения? А если бы и возымел, то подлежал бы наказанию. Какая мне польза видеть человека, обогащающегося? Ведь если я беден, я питаю зависть. Если же я богат, то сам, в свою очередь, становлюсь предметом зависти. Испытывая подобное чувство, я оплакиваю свою участь. Оставь же картину художников, обрати внимание этого изображения. Если я увижу наместника, какое ко мне отношение? А если я увижу грешника, павшего и опять восставшего, это зрелище служит мне поводом к научению. Если я увижу праведника, стоящего, это зрелище поощряет меня к любомудрию. Посредством наблюдения я учусь битве и приготовляюсь к победе. Если я увижу праведника, терпящего преткновение, то опять сделаюсь мудрее от этого зрелища. Все это сказано мной не просто и не без причины, но потому что картина, представленная в читанном сегодня псалме, указывает нам этот предмет для учения. Что же говорит пророк? Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Вот эта картина. Псалом я называю картиной, потому что вижу в псалме различные лица. Грех нападает и поражается. Покаяние предстоит и стаборствует Богу. Человеколюбие сияет свыше. Любомудрие производит обильные источники слез в покаянии. Вот лица, составляющие эту картину. Но прежде чем начать псалом, нам необходимо тщательно исследовать его написание. Как картины, так и псалмы надписывается. Но так как картины ставят на высоте, то внизу их помещают красные дощечки с обозначением, какой царь изображен здесь и какую войну выиграл. На псалмах же, впереди и сверху, делается надпись о происхождении псалма, о нравоучительном значении его, о содержании и о поводе, по которому он был произнесен. Окажите полное внимание моим словам, прошу вас, потому что у нас речь не о простых и случайных вещах. Псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. Таково написание. Посмотрим, кто такой Нафан, и кто Версавия, кто именно эта жена Урии, и когда вошел к ней пророк. И ради чего написал он этот псалом? Не все ведь псалмы написаны о Давиде. Конечно, все они написаны им, но не все о нем. Он изображал не только собственные страдания, но оплакивал и чужие несчастья. Например, на реках вавилонских там сидели мы и плакали. Очевидно, что не к нему относится этот псалом. Давид не был в Вавилоне, не видал земли варваром, не сидел в чужой земле и не плакал. Но он изображает здесь страдания иудеев. Опять, когда говорит, пронзили руки мои и ноги мои, можно сосчитать кости мои. Не свои страдания представляет, но пророчество это кресте. О всемирной жертве за спасение рода нашего. Итак, изображаемое в псалмах может иметь различные приложения. Иногда оно говорит о страданиях самого псалмопевца, иногда о чужих страданиях. Поэтому-то так как этот псалом имеет в виду и других людей, здесь и приписано, когда пришел к нему пророк Нафан. И это сделано с той целью, чтобы предостеречь нас, не уклоняться и не развлекаться другими мыслями. Перед нами псалом, научающий и внушающий нам именно что-то. Содержатся здесь и другие мысли, на которые также указывает нам на Писание 636. Но будьте весьма внимательны и праведные, и грешные. Тем и другим в различных отношениях полезен этот псалом. Праведному, чтобы он не сделался нерадивым, грешному, чтобы он не отчаивался в своем спасении. То и другое прискорбно, потому что и праведник, сделавшись нерадивым, падает, и грешник, отчаявшись, не восстанет. Итак, чтобы ни этот не остался в падении, ни тот не потерпел падение, нашим псалмопевцам предлагается этот псалом спасительный для того и другого с различных сторон. Но предварительно я хочу рассказать о грехе пророка великом и тяжком. Пусть же никто из нас не отчаивается. Божественное человеколюбие, промышляя о всем роде человеческом, не только подвиги святых, но и грехи их обращало во врачевство, чтобы раны одних служили лекарством для других, и преткновение праведника исправляло путь для грешника. Если праведник согрешил, то я уже не отчаиваюсь в своем спасении. И если я вижу, что он не спал с небес, то его падение является для меня залогом моего восстания. Поэтому и благодать Духа придала памяти не только подвиги праведных, но и грехи их, и не только самые грехи, но и их последствия. Итак, я хочу показать этого благородного мужа раненым, падшим, восставшим, подвязавшимся, побежденным, победителем, увенчанным. Я не показываю его только распростертым в падении, но и восставшим, чтобы ты получил пользу от того и другого, чтобы, если согрешишь, не впал в отчаяние, но тотчас же устремился к восстанию и не говорил, «Увы мне, погиб я, прелюбодей, блудник, убийца!» «У тебя есть для твоего спасения убежище, ограждаемое от греха!» «Когда ты столь великого мужа увидишь получившим рану и терзающимся, тотчас спеши к покаянию и с уверенностью проливай источники слез, чтобы через его покаяние утвердиться в собственном спасении». Например, скажу так, нередко многие, и мужчины, и женщины впадают в тяжкую и неизлечимую болезнь. Проливаются слезы, тратятся лекарства, врачебное искусство бессильно, красота увядает, тело истощается. Наконец женщина приходит в уныние, куда мне пойти? Что предпринять? Деньги я истратила, призвала врачей, извела лекарства, а болезнь остается рано, не исцельно. И часто случается, что кто-нибудь из навещающих скажет, «И я страдал такой же болезнью». «И такое-то или такая-то указали мне лекарства и избавили меня от болезни». Тогда она спрашивает, «Укажи мне эту женщину». «Вступай на ту улицу, спроси такую-то». «Так, именно и теперь». После того, как он спал в прелюбодеянии и совершил убийство, как тяжела эта болезнь. «Я покажу тебе, как излечился и какое лекарство приложил к своей ране. Я не говорю, иди в ту улицу, спроси такого-то или такую-то. Не нужно ни трудов, ни усилия, не нужно тебе выходить даже из-за порог дома. Но оставаясь на месте, ты можешь принять лекарство. Только исполни то, что я говорю». Необходимо поэтому продолжить слово и указать время, какое согрешил, и место, и лицо, и покаяние, и исправление, и лекарство, чтобы вы, уходя отсюда, знали все с надлежащей полнотою. «Итак, этот Давыд, будучи юношей и даже совершенно мальчиком, сын незнатного отца, привязанный к земле и пастбищам, убежал от городского и сельского шума и предавался в пустыне любомудрию. Он не имел ничего общего с житейскими делами. Но с ранней юности, пребывая в тишине, сродные добродетели, и сидя в пустыне, как бы в пристани, по печеньям об овцах снискал царство небесное. «Итак, он был юношей, почти мальчиком, юношей по возрасту, но зрелым старцем по разуму, и несовершенностью возраста нисколько не препятствовало его добродетели. Будучи юношей, он одерживал великие победы, не телесной силой, но силой веры. Выслужившись со вниманием следующий рассказ. Некогда нужно было поставить царя иудейскому народу, так как первый тогда царствовавший оказался недостойным. И вот Бог посылает Самуила прямо к отсюда вида. Когда Самуил пришел к Иесею отсюда вида, этот отрок весьма юный был со стадами в поле. Я не перестаю постоянно указывать на мою юность его, чтобы никто не унижал юноши и не превозносил старика, потому что сами по себе как старость не добродетель, так и юность не порог. Многие в юности возвысились до любомудрия, и, напротив, многие старости притыкались. Так три отрока были в огне и потушили пламя. И Даниил, двенадцатилетний, превратил львов в овец, неизменив их природы, но обуздав их зверство своей верою. А обличив неразумных старцев, он выступил с судьей Израиля. Даниила 1364. И Стефан, первоизбранный диакон, от юности, исполненной благодати и силы, проповедовал перед еврейским народом. А Павел, уже убеленный сединами, был между тем до сих пор гонителем церкви Божией. И только после этого восхитил венец веры и сделался овцой благоволения. И так не унижай юноши и не восхваляй старика, потому что не от разницы в возрасте зависит добродетель и порог, а от различия в расположении души. Если ты будешь бдителен, нисколько не повредит тебе незрелость возраста. Если будешь нерадив, не получишь никакой пользы от старости. Истинная старость не в белых волосах, но в добродетели души. Так именно и Давид, будучи юношей, приобрел зрелый плод добродетели. Пришел Самуил к Исею, не окруженный множеством людей, но имея рог, в котором был священный елей. И что говорит? Послал меня Бог поставить царем одного из твоих сыновей. И Исею, слышав об избрании царя, приводит своего первенца, подумав, что для него именно приготовлено это достоинство. Увиди его, отвечает, не благоволил Бог к нему. Приводит второго, и не он. Третьего, четвертого, пятого истощается круг детей, а искомого не находится. Говорит ему Самуил, нет ли у тебя еще сына? Устудился отец и говорит, имей еще одного самого меньшего и слабого пастуха. Хочешь ли сделать царем малого и слабого? Человек унижает, а Бог увенчивает. Не так смотрит человек, как смотрит Бог. Человек смотрит на лицо, а Бог на сердце. Первое царство, 16-7. Разве мы ищем телесного дородства? Мы желаем благородства души. Вникни в этот рассказ. Не сказал ему Бог, пойди и помашь мне Давида, но пойди и помашь мне одного из сыновей Иссея. Почему же не говорит определенно? Почему не называет по имени? Чтобы не потерпел Давид того же, что потерпел Иосиф. Как там братья, узнав, что он хочет быть царем над ними, начали строить козни, враждовали и продали его в рабство. Так нужно было опасаться, чтобы и братья Давида не сделали того же самого. Так что здесь неведение сделалось матерью безопасности. Пророк пришел к общим вопросам. Дай мне одного из твоих сыновей. Не могу, говорит, дать сына, если только юный отрок, по сути, овец есть. Но не так смотрит человек, как смотрит Бог. Где те, которые превозносятся красивой наружностью? Не говори мне о красоте тела, но смотри на достоинство души. Что представляет из себя красивая женщина? Гроб разукрашенный, если она не украшала себя целомудрием. Красота телесная есть угрожающая падением путнику яма и яд, приготовленный для других людей, если она не соединена с целомудрием. С другой стороны, она увядает в болезнях и уничтожается смертью. А красота души остается бессмертной и незапятнанной. И тогда именно является в полном расцвете, когда умолкают в страсти и для ума настает спокойствие. Итак, если ты увидишь мужчину или женщину красивых, не удивляйся. Посмотри, дубы высится до небес, а их плод негоден для людей, но только для бессловесных. А лоза стелется по земле и приносит грозы прекрасного плода. Итак, что хочешь иметь, виноградную лозу или дуб? Конечно лозу, потому что дуб, красуясь на высоте, своими плодами доставляет пищу только бессловесным. Что уничтожнее пчелы или что величественнее павлина? Но что лучше, пчела или павлин? Конечно пчела. Уничтожь павлина, и ты не потеряешь ничего. Уничтожь пчелу, и ты потеряешь многое. Итак, пришел Давид, изливается и ле, и он помазается по Божьему определению, через посредство человека. Возвигнул над ним Самуил рог, и помазание было ему вместо парфиры и венца. И он пошел отсюда, обладая царством, не вооруженный ни шлемом, ни щитом, ни копьями, но получив самое определение Божие, сильнейшее всего. Когда же была объявлена война, и дела еврейского народа пришли в замешательство, иноплеменники одолевали его. Тогда Давид пошел посмотреть войско иноплеменника, вызывающего на единоборство. Никто не осмелился тогда выступить. Пришел Давид, увидел иноплеменника, блистающего оружием и превозносящегося, и нашел всех в унынии. Пастух на войне, а закаленные в битвах не могут вынести даже голоса врага. Привычный только к обращению между деревьями и источниками в тени лесов, устоял, однако, при виде великана, и говорит, кто сей необрезанный, который так поносит воинство Бога Живого, и говорят ему, откуда у тебя такое безумие? Он отвечает, не безумие, но вера. Меня одушевляет не гордость, но благочестие. Я не вооружен шлемом, но облечен верою. Я смотрю не на то, что он велик ростом, но на то, что он лишен разума. Вижу не то, что велико судно, но то, что оно не имеет кормчего. Я не боюсь его, потому что он враг Божий, хотя бы он в десять тысяч раз был сильнее. По приговору свыше, слабее всякого человека этот необрезанный. Какое оружие, о, Давиде, дает тебе такую смелость? Не телесное, но духовное. Оружие наше, говорит, не плотские, но духовное. Но как же так, ведь ты мал и слаб, но велик Господь, несовершенное оружие, но силен пославший. Он обратил море в сушу, разверз в скалу, применил стихии, тем более одолеет он одного человека. 640. И ведь как моль протачивает шерсть, так и зависть глошит завистника и делает более славным того, кто ей подвергается. Так это было с Иосифом и его братьями. Поддавшиеся внушению зависти, свободу переменили на рабство, а завидуемый сделался царем. Так и здесь, говорят братья, мы знаем гордость твою и злое сердце твое, что ты пришел посмотреть на сражение. Чему позавидовали? Почему злословили? Услышали его слова, не могли снести благовременности его слов. Что же этот мудрый муж? Чтобы не увеличить полученные от них раны, он оставляет их, идет в другую часть войска и говорит, что будет человеку, снявшему с него голову. Тогда его повели к царю. Здесь он увидел царя восседающего, но объятого унынием, страхом и трепетом и говорит ему, что изменилось лицо господина моего и в несчастье свидетельствует о рабстве. Кто этот иноплеменник? Разве не могу я пойти и снять с него голову? Что же царь? Как может, говорит он, сделать это? Ведь ты юный мальчик, а он с юности своей знает военное дело. Не смотри на видимое, а подумай о внутреннем. Разве ты не видишь, что я мал ростом, но велик отвагой? Что же тогда произошло? Царь не верит и тем, вынуждает, наконец, Давида рассказать ему о своих подвигах. Он говорит, отрок я малый при стадах отца моего, и когда приходил лев или медведица, и похищали из стада овцу, то я гнался, настигал и исторгал из уст их, и поражал льва и медведя. И это же будет с этим, который поносит воинство Бога живого. И сказал Саул Давиду, иди, Господь с тобою. Царь дал ему свое оружие, но Давид не мог носить его. Почему? Бог не допустил этого, дабы он одержал победу невооруженной, чтобы оружие не имело участия в победе духа, и чтобы царь не говорил потом, будто его оружие одержало победу. Бросает Давид оружие и обрекается одной верою. Выходит безоружный, но обреченный шлемом богобоязненности. Выступает пастуха, не воин. Бросает камень, полагаясь не на телесную силу, но действительностью веры приобрел победу. Подбежал, схватил его меч, отрубил его голову. Так исполнилось написанное. В делах рук своих уязвляется грешник. Опять зависть, опять клевета. Постоянно раскапывая этот источник, чтобы отыскать сам его зародыш. Вот этот столь великий муж, о котором бог говорит, нашел я Давида, сына Исеева, мужа, по сердцу моему. О, высокая похвала! О, доказательство добродетели! Владыка его говорит, нашел я Давида, сына Исеева, мужа, по сердцу моему. Итак, Давид, побеждавший зверей, низложивший Голиафа, задушивший льва, одолевший медведицу, в юности умудренный, как старец, малый телом и великий духом, среди царской обстановки, показавший любовь к уединению, он омывал, орошая не жемчугом, но слезами, каждую ночь свою постель. Нынешние люди и днем спят, а он и ночью был объят заботой. Почему же ночью? А потому что днем, как царь, отвлекался тысячами дел, и вот ночью, как бы находясь в пристани, он наедине беседовал с Богом, проливал источники слез и омывал ими свою постель. Итак, этот такой и столь великий муж, снискавший благодать духа, в юном возрасте обладавший зрелостью старца, коснувшийся свода небес, принявший небесные дары и благодать, положивший конец воинам, оказавший бесчисленные подвиги над дьяволом, после жизни в целомудрии, кротости и чистоте, после того, как утвердился на царстве, победил бесчету врагов, покорил народ, тогда-то среди всеобщего мира ослабел, чтобы вы научились, какие блага приносит скорбь и сколько зла покой. И когда он пал, среди белого дня, после обеда, поднявшись с ложа, он прогуливался и увидел обнаженную женщину, купающуюся очень красивую и благообразную. Я не обвиняю красоты, красота Божий дар. Увидел он женщину, купающуюся на кровле, жену воина, красивую, прекрасную, увидел, воспылал похотью, а Чес был уязвлен стрелою, 641. Пусть слушают любопытные, наблюдающие и рассматривающие чужую красоту. Пусть услышат беснующиеся на зрелищах, говорящие, мы только смотрим, это нисколько не вредно. Давид потерпел вред, а тебе не вредно. Он был побежден, а в тебе я должен быть уверен. Имея такую благодать духа, он получил рану, а ты останешься неповрежденным в этом бесстыдном зрелище. Притом он увидел не блудницу, а женщину целомудренную и честную, и не в театре, а в доме. А ты в театре, где и самое место развращает душу, где ты не смотришь только, но и слушаешь бесстыдные слова, где перед тобой блудная обстановка, дьявольские песни. Твоя душа поражается со всех сторон, зрением от того, что ты видишь, слухом от того, что ты слышишь, обонянием от того, что ты обоняешь. Такая гибель, такая пропасть. И я могу поверить тебе, что ты не сделаешься добычей зверя, ведь ты не камень и не железо. Ты человек, причастный общей слабости нашей природы. Держишь огонь и не горишь. С чем это сообразно? Положи светильник на сено, и скажешь ли ты мне, что оно не загорится? Каково сено, такова и наша природа. Увидел ее Давид, моющуюся, обнаженную, обольстился красотою, был уязвлен стрелой, получил рану, послал за ней. И как только она пришла к нему, совершил беззаконие, удовлетворил свою похоть. Потом приказывает ей возвратиться в дом свой. Говоря это, я вывожу на середину израненного, чтобы вы все, окружающие, видели, как он потом излечивается. И врач, совершая операцию, призывает всех окружающих, чтобы видели, с каким искусством он побеждает болезнь. Тем более, когда операция подвергается пророк, нужно собрать со всем, чтобы нам видеть, как мы должны поступить для своего избавления от гниения и червей. Тяжел грех. Страсть удовлетворена, грех совершен, а врача нет. Между тем, женщина зачала. До тех пор царь думал, что это останется скрытым от ее мужа, потому что, хотя он был пророк, страсть совершенно ослепила его. Зачала женщина, сделалась беременную, прибегает к царю. О, царь, я погибла! Что с тобой? Я беременна. Плод греха растет. Обвинение против себя я ношу в утробе. Обличение в грехе умножилось. В себе самой я имею доказательства против себя. Если придет и видит муж мой, что я скажу? Или что заговорю? Подумай, какое зло грех. Царь боится воина. И действительно, тот уже не раб, кто свободен от греха. Был украшен венцом и боялся позора. Разве ты уже не царь? Разве не имеешь власти жизни и смерти? Нет, имею. Но ведь я совершил тяжкий грех. О, грех, матерь страха! О, доказательство бесчестия! О, залог молчания! Я боюсь, дрожу, говорит женщина, потому что ты обесчестил меня. В самой себе я имею обличителя. Если придет муж мой, что я скажу? Чем оправдаюсь? Он найдет меня беременной и убьет имеющие внутри себя доказательства греха. Ты видишь удручающее кораблекрушение? Видишь, какое зло грех! Что же тогда царь прилагает грех к греху? Нужно продолжить наш рассказ. Пришел Урия, муж ее с войны. Пришел он к царю. И говорит ему царь, Ну что, Урия, каковы дела на войне? Отвечает, все хорошо, мы победили. Слышит царь, что воин победил, а сам он потерпел поражение. Воин торжествовал на войне, а царь побежден удовольствием. Воин одолел врага, а сам он не изложен грехом. Воин говорит о победе, а он от стыда не посмел и сказать о своем поражении. Мы победили, говорит, наша победа. Царь был подавлен. Он не чувствовал победы на войне из-за стыда поражения, которое потерпел сам. Говорит воин, наступай в дом свой, вымойся, пообедай, побудь с женой твоей. Зачем? Чтобы прикрыть рану, чтобы подумали, что от него родится дитя. Но не дремлющее око не попустило совершиться этому, щадя израненного грехом. Что говорит тогда воин? Как я могу оставить тебя и кинежице? Израиль на войне, военачальник в ополчении. И вот господень в воинском стане, а я пойду домой и буду наслаждаться. Так говорил воин, ничего не подозревая. Укором царю было, что воин, придя с войны, не пожелал даже видеть своего дома. А царь оказался таким беззаконником, что должен был принуждать воина повидаться с женой, чтобы тем прикрыть свою рану. Однако воин ушел на войну. А младенец должен был родиться. Что тогда делает царь? После того, как не удалось прикрыть рану, пишет военачальнику на войне, взяв урию, поставь его на самое опасное место в бою. Для чего? Чтобы погубить его. И это письмо вручает ему. О, похоть! На какую жестокость побудил грех этого кратчайшего из людей? На самого себя меч заносит обиженный, несет письмо полное крови и идет. Письмо должно было погубить его. Что же случилось? Он пал в сражение, был убит. И так совершено два греха – прелюбодеяние и убийство. Убийство явилось плодом прелюбодеяния. Это я говорю для грешников, и сознающих за собой много зол. Чтобы, слыша это, они не отчаивались в своем спасении, потому что написано – не убей, не прелюбодействуй. Обе эти первые заповеди нарушил Давид. Он совершил прелюбодеяние и потом убил обиженного. Тяжела рана, велика язва. И так, когда Урия, возвратившись на войну, был убит, и грех скрытый готов был радоваться, тогда, наконец, пришел к Давиду пророк Нафан. Страсть удовлетворена, беззаконие совершено, обиженный погублен. Но пророк обличает пророка. Почему? Если Давид был пророк, разве не мог он уврачевать сам себя? Нет. Как врачи, когда бывают больны, сами прибегают к помощи других врачей, потому что болезнь лишает искусства силы. Так и здесь. Тот пророк и другой пророк. И тот не лежит в постели, но по грязу в грехе. Говорят Давиду – пророк Нафан у дверей. Он говорит – пусть войдет. Входит пророк. Видит его, восседающего в полном блеске царской пышности. И что говорит? Выслушай меня, о царь! Я имею тяжбу. О мудрость врача! Пришел с железным орудием, чтобы вскрыть рану, но не показывает ее больному, чтобы не лишить его врачебной помощи. Скрывает его, не под платьем, но в драматической форме рассказа. Не сказал ему сразу при входе – о беззаконник, о нечестивец, о прелюбодей, о человекоубийца! Не просто обличает, но прикрывает свою смелость личиной. Скрывает орудие исцеления и говорит – я имею тяжбу, о царь! Выслушай меня! Что же, царь? Скажи свое дело! Тот говорит – был один богатый человек, он имел многочисленные стада овец и волов. И был человек бедный! Эти два человека – Урия и Давид. Смотри, что было под личинами в действительности. Бедный не имел ничего, кроме одной овцы, разумеет здесь соблазненной жену, которая ела с его стола, пила из его чаши и спала на его груди. Видишь, какой нежной любви располагает бедность! У богатых великая пышность, а у бедных жена является и слугой, и помощницей, рождает детей, сама является и матерью, и кормилицей. Не то у богатых, но рождает жена дитя и отдает его в чужие руки, пышностью заглушается привязанность, мать рождает, но не хочет быть кормилицей, сделавшись матерью, стыдится быть кормилицей. Не так, Христос! Он возродил нас и сам сделался нашим питателем. Вместо пищи он напитал нас собственной плотью, и вместо питья напоил нас собственной кровью. И так овечка спала на груди бедняка. Прискорбность событий увеличивается от этого картинного изображения любви. Пришел однажды гость к богачу. Какой гость? Страсть. Чтобы засвидетельствовать чистоту его, он искусно назвал страсть гостем. Действительно, никогда прежде Давид не нарушал чужого брака и не глядел нечистыми очами. Но тут, пораженный страстью, он погубил чистоту из-за этой женщины и, подавшись в мгновенной слабости, нарушил долг. Пришел гость. Пришла к нему эта необузданная, звероподобная страсть. Гость пришел к этому богачу и не захотел он взять из своих стад овец и валов. Но послал и взял ту овечку, спавшую на груди бедняка и евшую с его стола. Что же дальше? Разгневался царь. Он думал, что разбирает чужое дело. Разгневался царь и с большой силой высказал справедливое решение. В этом случае пристрастие не помрачало справедливости. Мечом, говорит, умрет он, я в сувозас четверо. Строже закона судит царь. Закон присуждает укравшего возвратить четверицею. А он превышает закон, присуждает и самому быть убитым и возвратить четверицею. Произнес этот приговор, приготовил осуждение. Тогда оставляет пророк личину и говорит, это ты царь. Что же он? Согрешил я пред Господом. Видишь, как и пораженный болезнью он сохраняет благородство души. Не сказал он пророку, несчастный ты и жалкий, не решившийся даже обличить явно. Нет, он говорит, согрешил я пред Господом. Что же на это пророк? И Господь простил согрешение твое. Не умрешь. Скоро совершилось покаяние, но еще скорее даровано прощение. Скажи, ты, говорит, беззаконие твои прежде, чтобы оправдаться. Исайя 43, 26. Делом ты согрешил, а покайся словом. 644. Это говорю я, чтобы слышали грешники и подпавшие греху, и не отчаивались в своем спасении. Согрешил, говорит я, пред Господом. И Господь снял согрешение твое. Ты сказал, меч падет на него, а я говорю, ты не умрешь. Видишь, как Бог рассудил тяжбу пророка. Скажи, ты беззаконие твои прежде, чтобы оправдаться. Но возвратимся к началу. Псалом Давыда, когда вошел к нему Нафан, пророк. Здесь говорится об его помиловании и прощении. Смотри же, поучайся, как он был исцелен и какое лекарство употребил. Когда Бог оправдывает, кто осуждает? Он не сказал даже, что я прощаю, но что Господь снял согрешение твое. Он вскрыл язву, излечил рану. Не умрешь, говорит. Сказав это, пророк удалился. Теперь я хочу показать и благомыслие царя, и его сердечное исправление, и то, как приобрел он прощение греха, как снискал оставление беззакония. Когда пришел Урия с войны и возвестил царю о победе над неприятелем, царь желает, чтобы муж прикрыл его преступление, что он соблазнил его жену. Еще тогда такое усердие прилагал к скрытию своего греха, что с прелюбодеянием соединил и убийство. Но после этого, через покаяние, он возвысился до любомудрия. Скрывавший прежде свой грех, обратился к покаянию. И после прощения, дарованного Божьим изволением, после того, как пришел пророк и сказал, и Господь снялся грешение твое, не умрешь, после этого он не только не скрывает своей страсти, но делает ее известной всем последующим поколениям, и пишет Псалом, чтобы и потомки узнали, какое печальное зрелище представляет собой страсть. Значит, когда пришло покаяние, оно принесло с собой и смелость. Я, спасся, почему не спастись и другим по моему примеру? Бог простил меня. Вот я и описываю все это, чтобы узнали и рану, и лекарство. Я не боюсь стыда, после того, как достиг своего спасения. Так поступает и Павел. Он увековечивает оставленные ему преступления и говорит, благодарю укрепляющего меня Христа, потому что он помиловал меня, хулителя и гонителя, теперь принял меня как верного. 1 Тимофей 1.12 Поэтому я и выставляю себя в таком виде, чтобы если кто окажется таким же отъявленным хульником, видел, что и он имеет надежду спасения. И ты, о Давид, совершив прелюбодеяние и убийство и получив от Бога прощение, с этой именно целью выставляешь себя на позор? Да, говорит, чтобы если кто будет прелюбодеем или убийцей, научился от меня, как он может достигнуть спасения. Поэтому он оставляет грех и принимает покаяние. Вы слышали, как он принес покаяние, доставляет нам полное прощение и подает великую смелость. Так нужно вам знать и то, что погрязший во множестве грехов имеет великий стыд и не только недовольствуется покаянием, но боится и трепещет, чтобы опять не погрязнуть в них. Я и хочу именно показать, что Псалом знакомит тебя с положением не только согрешающего, но и кающегося. Говорю это вам, чтобы никто после покаяния не впадал в излишнюю самонадеянность, но лучше безопаснейшим образом устроил свое спасение в пристани. Итак, я хочу показать его, как он исцелился и сделался лучше себя самого, сильнее и крепче. После этой страсти не подвергся ли он опять другой болезни? Вот новая война, новый грех, опять сражение, опять вооружение и опять напала на него страсть. Опять война в полном ходу, тяжелая война и военный стан в сборе. Был в том месте источник. В пылу битвы увидел его Давид и почувствовал сильнейшую жажду. Он страстно захотел пить. Опять страсть на этот раз незапрещенная. Тогда страсть к телу, теперь к воде. Он страстно захотел пить, был палим жаждой и говорит погибаю от жажды. Некоторые из желавших услужить ему пошли и принесли ему воды, ценой своей крови сквозь ряды врагов принесли воду. Когда принесена была вода, одумался царь, что он сделал, что в таком сражении не обуздал своей жажды. И что сделал, взяв воду, не выпил ее, но совершил возлияние Богу. Она показалась ему не водой, но кровью, не по природе, конечно, но по назначению. Видишь, как наученный прежней страстью он сделался впоследствии благоразумнее. Воспылавший тогда страстью к телу, теперь не захотел воды, или вернее захотел, но удержался. Я не говорю, что он был чужд этой страсти, но что по любомудрию своему возвысился над нею и не прикоснулся к воде. 646. Это увещание предлагаю ведущим блудную жизнь. Ты был привязан к блуднице, ты впал в блуд, хочешь покаяться, не прилагая греха к греху и не говори мне, как я могу жить без блуда. Я скажу тебе, как ты можешь. Тебя сжигает страсть, но ты имеешь жену, а если не имеешь, возьми, что пользоваться удовольствием с безопасностью, но я не могу воздержаться, а это уже распущенность. Если я укажу тебе на другого, который не имеет жены, но соблюдает целомудрие, какое ты представишь оправдание или извинение, тот в море не терпит крушения, а ты в пристани подвергаешься падению, имеешь жену и блудишь, даже больше прелюбодействуешь, но спрашиваешь, как мне избавиться от этой раны, в этом тебе поможет жена. Поможет жена? Именно. Послушай, что говорит Павел. Во избежение блуда, каждый пусть имеет свою жену. Итак, если позовет тебя блудница, примени к себе это наставление и скажи, муж не власти над своим телом, но жена. Напишите слова в своем сердце и скажи блуднице, что зовешь меня? Это не мое тело, а моей жены. Я не смею продать чужого, я не смею тратить ее приданное, не смею распорядиться ее имуществом, не могу сквернить принадлежащего ей тела. Так ли? Не могу. Скажи блуднице, что зовешь меня? Не подходи к нему, это не мое, чужое. Ведь это тело не принадлежит блуднице, я не принимаю тело блудницы, это тело моей жены. Побойся Христа и скажи, что тела наши члены Христовы. Пусть слышат это и жены. Пусть они поймут, к чему призывает их Христос, конечно, с соблюдением святости, и пусть говорят, жена не властна над своим телом, но муж. Вникни, какая мудрость заключается в этих словах Павла. Ввиду того, что многие воздерживаются, имея чистых и целомудренных жен, притом воздерживаются сверх должного, так что воздержание делается поводом к прелюбодеянию, ввиду этого он говорит, каждый пусть пользуется своей ходит и садится на ложе днем и ночью, обнимает мужа и жену, и соединяет их друг с другом, и громко взывает, не удаляйтесь друг от друга, разве по согласию, ты соблюдаешь воздержание, не хочешь спать с мужем твоим, и он не пользуется тобою, тогда он уходит из дому и грешит, и в конце концов, его грех имеет своей причиной твое воздержание, пусть же лучше он спит с тобой, чем с блудницей, сожитие с блудницей запрещено, если с тобой он будет спать, нет никакой вины, если же с блудницей, тогда ты погубила собственное тело, и так, садится апостол почти на брачное ложе, и взывает, не удаляйтесь друг от друга, разве по согласию, для того ты жена и имеешь мужа, для того ты муж и имеешь жену, чтобы соблюдать целомудрие, ты хочешь иметь воздержание, убеди к тому и мужа твоего, чтобы было два венца, целомудрие и согласие, но чтобы не было целомудрие и сражение, чтобы не было мира и войны, ведь если ты воздерживаешься, а муж распаляется страстью, и между тем прелюбодеяние запрещено апостолом, значит, он должен терпеть бурю и волнение, не удаляйтесь друг от друга, разве по согласию, и конечно, где мир, там все благо, где мир, там и целомудрие сияет, где согласие, там и воздержание увенчивается, а где война, там и целомудрие подрывается, но не удаляйтесь друг от друга, разве по согласию, всякого распорядителя брака превосходит Павел, невестоводитель вселенной, поэтому он и не стыдится, говорит, что ложа должно быть непорочно, ведь и всех владыка его пришел на брак, воздавая честь браку своим присутствием, и даже принес дары, превратив воду в вино, и так подвизайся в воздержании, сколько хочешь, когда же ослабеешь, пользуйся общением брачным, чтобы не искушал вас сатана, каждый да имеет свою жену, вот три образа жизни, девство, брак, блуд, брак в середине, блуд внизу, девство вверху, девство увенчивается, брак соразмерно похваляется, блуд осуждается и наказывается, и так соблюдай меру в своем воздержании, смотри потому, насколько ты можешь обуздать немощ в своей плоти, не стремись превзойти эту меру, чтобы не спасть ниже всякой меры, как желающий нырять настолько уходит в воду, насколько только может войти, но когда входит, смотрит, как далеко ему придется возвращаться, так и ты будь столько, сколько можешь снести, чтобы не потерпеть падение через меру. И о всем этом принесем благодарность Христу, потому что ему принадлежит слава и держава с Отцом и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.